Для того, чтобы закрепить знания детей о правилах дорожного движения, видах транспортных средств, дорожных знаков, переходах, сигналах светофора, воспитатели детского сада «Солнышко» решили организовать спортивный праздник, посвященный правильному поведению на дорогах. В этом направлении ведется вообще-то работа в течение всего учебного года. Но так как летом дети большую часть времени находятся на свежем воздухе, чем зимой, мы обязательно ежегодно перед началом лета проводим такой спортивный праздник и проверяем, насколько педагоги в году хорошо поработали. В соревнованиях принимали участие две старшие группы детского сада – команда «Светофор» и команда «Автомобили». Им предстояло разгадать загадки по правилам дорожного движения, попутешествовать в общественном транспорте, поиграть в увлекательные игры, отгадать дорожные знаки. Пешеходный переход – место опасное. Это знают не только взрослые, но и дети. Дошкалята рассказали правила перехода проезжей части – опасные ситуации, которые могут их подстерегать около нее. Можно подземным переходом пользоваться, наземным и зеброй. Классный свет, дороги нет. Желтый приготовится, а зеленый говорит – поезжайте, путь открыт. Эстафеты, перетягивание каната. Ребятам предстояло пройти целый ряд непростых испытаний, но им помогали их родители, а также старшие братья и сестры. Были испытания сложными, было точно нелегко. Особенно было нелегко, потому что дети возраста 5-6 лет, и состязания были равные, но сложные. Соревнования судили воспитатели и инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Ирина Чекмарева. Сегодня мы очутились в детстве. Замечательно поучаствовали в конкурсах подвижных игр. И ребята показали свои знания правил дорожного движения, когда собирали дорожные знаки, и тем более меня очень порадовало, когда они их называли. Завершающим этапом стало подведение итогов, на котором ребятам еще раз напомнили, что дорога полна неожиданностей, и нужно быть предельно осторожными. А для того, чтобы они стали более заметными для водителей, всем участникам соревнований от госавтоинспекции раздали световозвращающие элементы. На церемонии награждения команде «Светофор» вручили кубок победителя. Также юных знатоков правил дорожного движения наградили медалями и памятными подарками. Я хочу сказать команде «Светофор», что они самые лучшие. Они победили. И у них есть кубок. Ура команда «Светофоры! Ура!» А вот команде «Автомобили» в этот день не очень повезло. Но они не расстроились и уверены, что на следующих соревнованиях точно будут первыми. Я очень старался. Болел за свою команду. Но наша команда проиграла. Потому что их «Светофор» было меньше, а нас больше. Праздник прошел в дружеской атмосфере и получился веселым и по-настоящему солнечным. Все остались довольны – и малыши, и взрослые. А главное – еще раз повторили правила дорожного движения. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.